Сегодня мы говорим с вами об очень актуальной теме в связи с последним вышедшим в феврале законом о госязыке. Говорим мы сегодня о заимствовании, но назвать просто заимствование в русском языке мне так не хотелось в своем вступлении, и я назвала его по-другому. Посмотрите, вам чизик писиком или посласить? Кто из вас сможет этот вопрос перевести на такой понятный русский язык? Сырочек кусочком или порезать? Еще раз, вам. Сырочек кусочком или порезать? Согласна? Правильно говорит? Ну, так можно на кусочек кусочком. Да, вам сырочек кусочком или порезать? Вы знаете, за ваш молниеносный ответ вы получаете чизик и уже по слайсиной держите. На самом деле фраза эта, записанная за иммигрантами в Америке, была растиражирована и преподносилась как символ обнищания языка. Но если вы к ней приглядитесь, вы увидите в каждом из этих слов русские морфемы. В слове чизик вы увидите суффикс «х» уменьшительно-ласкательный. В слове писиком вы узнаете наречие кусочком. В слове «послайсить» вы видите модель глагола «поить». Да, что сделать? Глагол совершенного вида. На самом деле такая фраза не единственная. Я хотела бы, наверное, отослать вас к другой фразе, гораздо более известной, и филологи меня поймут, присутствующие здесь. Смотрите, «глокая куздра штека будланула бокра и курдячит бакренка». Повторю еще раз. «Глокая куздра штека будланула бокра и курдячит бакренка». Эту историю я прочитала в книге Льва Успенского «Слово о словах». История этой сто лет. Так, на филологическом факультете сто лет назад Щерба, академик на тот момент, начал свою лекцию первого ведения в языкознания. В аудитории вот так же сидели студенты, ждали прославленного лингвиста. Заходит профессор в Золотом Пенсне, вызывает студента с первой парты, говорит, напишите фразу. Студент дрожащей рукой пишет фразу и думает, что профессор над ним издевается. А потом тот задает вопрос, о чем здесь идет речь? Из зала раздаются голоса. О куздре какой-то идет речь здесь. Он говорит, а почему о какой-то? Здесь ясно сказано, какая куздра? Глокая. И мы даже знаем, что эта глокая куздра делает. Что она делает? Она два действия делает, да? Будланула и курдячит, да? Вот глагол совершенного, несовершенного вида. И в итоге они раскручивают эту фразу. Даже можно представить себе куздру в виде какого-то дикобраза. Нет такой ассоциации, какое-то злое существо, да? Которое действия делает над другим животным и его детенышем. В конце он своей лекцией заканчивает тем, что я придумала эти слова. То есть это не чизик и писик из английского языка, а придуманные лингвистом корни. Глок, куздр, штек, будл. Которые наделены русскими морфемами. И, соответственно, в таком виде они приобретают определенную грамматическую характеристику. По членам предложения разберем запросто. По частям речи разберем вообще без проблем, да? Поэтому вот такие фразы говорят нам о том, что русский язык, если мы говорим про словообразование, язык богатейший. И фразы из серии «чизик» к писикам тоже подчеркивают эту мысль. На самом деле, здесь, наверное, говоря о заимствованиях, я хотела бы развести два очень важных понятия. часто путают, какое слово является заимствованным, а какое слово нет. Давайте договоримся с вами сразу. В лингвистике считается, что заимствованное слово пришло из другого языка. Но все его дериваты, то есть все образования от него уже с русскими суффиксами, вот эти писики, чизики, посласить, иглоки, куздры, это уже русские слова. И в этом плане слово «гламур» является заимствованием, а прилагательное «гламурное», которое от него образуется, является уже русским словом. И вот в данной ситуации мы даже можем вычленить четыре этапа, как заимствованное слово в русском языке адаптируется. Вы на слайде подробно видите пример с словом «гугл», которое и все такие слова, они появляются на самом деле как вначале? В латинице. Первый этап – появление слова в латинской графике. Мы говорим о том, что оно совершенно в языке не адаптировано, и вот в данном случае обозначает что? Поисковая система или машина. На втором этапе адаптации языка, слова в языке, мы говорим о том, что латинское вот это написание переводится в кириллическое написание, и в языке-реципиенте слово начинает обживаться. У слова «гугл» уже есть морфологическая характеристика, оно похоже на слово «стол». Мы говорим о том, что это существительное мужского рода, и это уже этап номер два. На третьем этапе, внимание, появляются русские слова, загуглить, нагуглить и так далее. Все образования, которые мы знаем с этим заимствованным словом «гугл», это русские слова, и это говорит о том, что язык привык к нему, он его адаптирует в своей системе, и все дериваты тому доказательства. На четвертом этапе происходит фиксация слова в словаре. И в данном случае слово «гугл» зафиксировано в 2016 году в словаре «Шагаловой». А вариант «в гугле» и «в гугле»? Да, вы как говорите? В гугле. Гугло говорите? Отлично. Да, еще третий вариант, я такой не слышал, надо запомнить. Вот эти вот варианты возможны. То есть вот такие четыре этапа адаптации слова в языке существуют. Поэтому, разобравшись в том, что же такое заимствованное русское слово, давайте перейдем непосредственно к тем причинам, которые есть. Первая причина, обозначу их шесть, это термины, без которых никуда в повседневной жизни. Мы говорим о том, что в нашей жизни слова заимствованного происхождения используются очень часто. И согласитесь, слова «логин» и «файл», а правильно говорить «логин», а не «логин», в русском языке чем заменить? Пароль. Пароль, логин? Имя пользователя. Имя пользователя. Сколько слов? Два. А файл чем заменить? Ну, как вариант «документ», может быть, да? То есть мы говорим о том, что вот эти слова, они уже замену им найти тяжеловато. Поэтому есть слова, которые очень распространены, а есть слова типа «bird watching». Понятно, что говорить о том, что это слово использует каждый, в отличие от файла, конечно, нет. Тут я специально нашла слайд с такими словами, которые взрывают мозг, да, причем блок называется «говорим по-русски» «transager» и «wunderfatter». И вот изобилие таких слов языки, они, конечно, начинают раздражать, об этом я тоже скажу попозже. Второй принцип языковой экономии. Знаете, закон речевой экономии, языковой экономии, он работает во всех языках, не только в русском. Особенно сейчас, в 21 веке, когда день проносится вот так вот, и поток информации очень большой, согласитесь, заимствования, они выполняют такую очень важную функцию. Мы говорим меньше слов, мы говорим короче, да? И в этом плане слова типа «компьютер», который заменяется на что? На вычислительную машину? Громоздка. ЭВМ. ЭВМ, аббревиатура, как вариант. Но ЭВМ аббревиатура, а если полностью, то вообще электронно-вычислительная машина, это долго. Или аутсорсинг вместо передачи задачи стороннему исполнителю? В этом плане заимствование нам, конечно, так скажем, на руку, да? Мы говорим быстро. Понятно, что есть слова интервью Фен, которые уже совершенно в языке адаптированы, и замены какой-то не предвидится. Вы знаете, вот приведу пример. В 2018 году Евгений Водолазкин, может быть, слышали о таком замечательном писателе, я рекомендую вам прочитать. Если, знаете, читать, то лавр сразу читайте, мне кажется. Лучший роман 21 века русский. Евгений Водолазкин, ну, такой шуточный конкурс устроил, да? И он говорит о том, что давайте найдем замену слова ресепшн. Посмотрите, какие чудесные варианты есть в русском языке. Они, правда, чудесные. Расселяльник, ключевая, предномер, турвахта, отметочная, застолбенция. Интересно звучат слова. Но согласитесь, ресепшн настолько в языке активно употребляется и хорошо себя чувствует, что все эти варианты выглядят странно. Поэтому мы говорим о том, что закон речевой экономии работает в таких словах. Если мы говорим про третью причину употребления, это звучит так. Англицизмы делают объект привлекательнее. Когда мы используем слово «клинер», оно звучит гораздо более, что ли, пафоснее, чем слово «уборщица». А слово «эйчар» выглядит, во-первых, короче, во-вторых, тоже по-другому, да, по сравнению со словосочетанием «работник отдела кадров». Вот это третья причина – привлекательность названия. И согласитесь, когда люди приветствуют и называют свои профессии «клинеры Эйчар», ну, что-то более серьезное, да, чем то, что под этими словами, собственно говоря, подразумевается. Четвертая причина, которую я хочу назвать – это заимствование как маркер профессионализма. Подумайте, может быть, вы в своих профессиях тоже используете такие слова. Я здесь привела два слова – «зум-кол» и «аудит». «Зум-колом» мы заменяем слово «звонок», а словом «аудит» мы заменяем слово «сочетание», «оценка», «отчетности». Нет каких-то примеров из собственной профессиональной жизни? МИД, а, встреча на МИДе, да? А, ставить на МИД, отлично. Сейчас мы называем сейчас «контин». Как? «Контин». «Контин»? Впервые слышала. МИД слышала, «Контин» нет. Не успеваешь за словами, они образуются каждый день, и некоторые не переживаются, уходят, да, некоторые остаются. Об этом я тоже скажу. Максим Крангаус об этом тоже размышляет в своих работах. Поэтому, пожалуйста, маркер профессионализма. Ну, нашла такой слайд, не могла не поделиться, когда их много, это реально бесит, да? Комон-товарищи для тех, кто любит демонстрировать свое знание американизмом, американизмом в аду всегда готов. «Спешл кэтл», согласитесь? «Спешл кэтл» звучит угрожающе в данном случае, поэтому давайте следить за количеством заимствований в своем языке. Во всем работает закон речевой, золотой середина, да, согласитесь, когда слов много, она, вот эта лексика заимствованная начинает раздражать. Пятое, сленг топлива для заимствования. Как вы считаете, какая возрастная категория людей активно и заимствований используют в своей речи? Собственно говоря, мне кажется, здесь и сидят, это возрастная категория, это молодежь, да? Да, школьники, старшие классы, слушают детей, читер, ага, краш, краш, крошиха, ребята, крошиха, русское слово, да, о чем мы сегодня говорили. Смотрите, слово адаптировалось, образовался, феминитив, давайте осенью говорить о феминитивах, если с этой темой еще на аудиторию не выходила, тоже отдельная тема, да, поговорим об этом. Феминитив, крошиха образуется, все, русское слово. Поэтому все, что мы слышим от детей, это как раз-таки те заимствования, которые обслуживают их общение и круг интересов. Здесь говорится про слова фейк и хайп, и мы говорим о том, что они тоже, особенно в последние, да, вот эти события с фейковыми новостями, конечно, это слово активно используется, да, и про фейковые новости мы тоже много слышим. Чем заменить фейк? Трэш. Трэш нет, лживые, можно сказать? Фальшь, ложь, фальшь, ложь, да, конечно, вот, пожалуйста, русский вариант слова фейк. Шестое, неравнозначные по смыслу лексемы, неравнозначные по смыслу лексемы. Здесь я привожу слово инсайт, инсайт у нас является вроде бы синонимом к слову озарения, вроде бы и нет. Да, мы говорим о том, что для тех, кто уделяет много внимания саморазвитию, слово инсайт, соответственно, родное, и он использует его в своей речи. Сейчас, на самом деле, мне кажется, мы живем, знаете, в эпоху комфорта, у нас все должно быть комфортно, да, согласитесь, комфорт как главная ценность. Поэтому саморазвитие, психологическая лексика находится на пике популярности, и такие слова мы, конечно же, часто слышим. Если кто-то из вас осенью был на этой акции, я как раз-таки выступала с лекцией, кто такие абьюзеры, что значит газлайтить, да, и говорила про психологическую лексику, согласитесь, слово абьюзер уже как будто к слову мужчина приравнивается в современном языке. У нас все абьюзеры, да, и все в аддикции, и всем плохо. И, собственно говоря, вот этот слайд в адеквате состояния, в котором быть гораздо важнее, чем в потоке, в моменте ресурсе, да, как раз-таки говорит, это еще одна, это морфологическая модель, да, в чем находится предложено-поддержанная форма слова, очень-очень активно. Помните, после песни я в моменте, наверное, да, вот эти фразы стали образовываться, вот, поэтому, пожалуйста, да, психология именно такая околопсихологическая несерьезная лексика сейчас очень активно используется, да, ну и вот лекция у меня этому была посвящена, можете послушать записи. Следующее, что я хотела бы сказать вам, кроме причин, по которым заимствование в языке используется, это четыре основных активных процесса, которые связаны с заимствованиями. Давайте о каждом скажем, здесь они все четыре выведены, смотрите, активное увеличение лексики за счет заимствования в сфере IT, конечно, да, это объяснимо развитием науки и технологий. Второе, это смена сферы употребления некоторых заимствований, тоже об этом скажу. Третье, это уход в пассив слов, который обозначает неактуальные понятия современной России и изменение значения некоторых слов. Давайте скажем о первом, да, я сказала вам про заимствование в сфере IT, на самом деле эти заимствования появляются разными механизмами, и мы говорим о том, что вот это калькирование, полукалькирование, фонетическое мимикрии, перевод, такие способы возникновения заимствования в русском языке возможны, если мы говорим про сферу IT и технологий. Поэтому сфера психологии я назвала, сфера IT, это, наверное, то, что активно пополняется заимствованиями сейчас. Про слово deadline, второй процесс, смена сферы употребления. Вы знаете, занимаясь наукой, мы получаем различные письма с конференциями, написано deadline 20 марта такого-то года. Нас это слово уже не удивляет в письме, про конференцию, про серьезную. А почему не удивляет? А потому что слово поменяло сферу употребления, буквально это смертельная черта, это компьютерная игрушка, и вот это слово выходит из своей привычной сферы употребления и доходит, собственно говоря, до науки. Поэтому нас уже это слово, даже вот в научном стиле, не удивляет, пожалуйста, смену употребления, функционирования, некоторых заимствований тоже можно отметить. Ну вот, я не знаю, как вы, прокрастинацией занимаетесь, не занимаетесь? Нет у вас такого момента? Откладываю все на последний момент. Есть, да? Ну вот, пожалуйста. Поэтому отстраиваем свое время, да, чтобы вот до таких состояний не доводить. А дальше, уход пассив слов, обозначающих неактуальные понятия. Я здесь привела два примера. Слово консенсус, вы знаете, кто-нибудь, ну молодежь про Горбачева, наверное, уже не слышала, да? Слово достаточно было популярное в его правлении, он его часто использовал в речи. Или слово растаможка, которое тоже было актуально для людей, живших в 90-е годы. То есть мы говорим о том... Растаможка? Да, вот видите, вторая волна употребления, да? А консенсус какие проблемы? А консенсус не так часто употребляет. Вы употребляете слово консенсус? А? Вот буквально, даже не знаю. Конечно, мне кажется, слово... Не знаю, я нет. А мой руководитель сегодня сказал, давай мы с тобой в консолидированном умении придем. Класс? Класс? То есть не будем закапывать, да? Нет, консенсус откопали. Откопали, ладно. Ну, растаможку тоже раскопали, да? Поэтому, вот видите, оказывается, не зарекайся. Не зарекайся. Четвертое изменение значения некоторых слов. Вот этот пример приводит Максим Кранга в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва». он говорит о том, что здесь происходит изменение значения слова «элитный», и вот уже словосочетание типа «элитный» и «женщина», «элитный человек» никого не удивляет, хотя, в принципе, это слово раньше обозначало нечто отобранное с помощью селекции. Вот это вот основные четыре процесса, которые происходят заимствованы словами в русском языке, да? Причина назвала, заимствование назвала. Я хотела бы, наверное, этим слайдом отразить те тенденции в языке, которые есть. Происходит смешение слов, заимствованного происхождения, исконно русской лексики, поэтому работа не волк, работа волк, работа ворк, а волк – это гулять, да? Вот в языке эти явления на самом деле смешиваются. Хочу сказать, вот в связи с тем законом, который вышел и подписан был 28 февраля, да, я его прочитала, и на самом деле там говорится о том, что к 1 января 2025 года обновятся все словари. Обновятся все словари, мы говорим о нормах языка, там вопрос идет о том, что будут еще раз просмотрены вся лексика русского языка и обновление словарного состава, и в том числе говорится о вывесках, которые написаны латиницей, то есть все вывески должны быть адекватно переведены кириллической графикой, тем же размером, ну и так далее, да, и так далее. Поэтому это нас тоже ждет. Плюс мы говорим о том, что те заимствования, которые имеет русский аналог, соответственно, будут исчезать из СМИ, да, и, соответственно, заменяться русским аналогом. Вы знаете, вот далеко ходить не надо. Два года назад мэри Казани выпускает объявление о том, что 28 апреля приглашаются все на плогинг на набережную Кабана. Читаю, значит, слово плогинг, мне интересно, я его слышу впервые, две буквы «г» там вначале, да, плоггинг. Оказывается, это слияние двух слов, плоггинг-ап и джокинг, и это сбор мусора во время бега, вы не поверите. То есть мы два года назад на плогинг все шли, а в этом году, 29 апреля, встречаемся на таком привычном субботнике. Представляете, закон работает. То есть вот эта вот замена заимствований в СМИ работает уже сейчас, вот по тем новостям, которые я вижу. Вы знаете еще, как он работает? Расскажу вот не на субботнике, который будет 29 апреля, на личном примере. Я подготовила книгу к изданию и придумала ей название «Русский язык на изи». На изи отражает основную тенденцию языка, собственно. Говоря русский язык легко, плюс вот это заимствование. Через день после того, как выходит, подписывается этот закон, 28 февраля, а издательство мне присылает письмо, «Ваша книжка отклонена». И я понимаю, что, значит, столько времени она, значит, не отклонялась и рассматривалась, книжка отклонена. Это тоже работает. То есть в данном случае нужно найти замену. Я ее нашла, у меня есть два варианта. Ну, наверное... А издательство академическое? Да. Вот заменю я название. Я оставлю свои имена, наверное, название, потому что мемоз немного. Я думаю, что... У меня еще был вариант, на самом деле, «Русские точки», но я думаю, что здесь ассоциации будут не очень с «Русские точки». Да, провокация. Согласитесь, кто что увидит, да? Я вот увижу утверждение родного языка, например, да? Поэтому такие названия, конечно, они интригуют. Вы знаете, на самом деле, то, о чем я сегодня вам говорила, потому что сейчас, наверное, мы перейдем к вопросам, то, о чем я сегодня говорила, я говорю еще и в другом месте. А... так, это я попозже скажу. В своем подкасте «Азо языка». Подкаст мой называется «Азо языка», пишу я его почти год. Я приглашаю вас, на самом деле, перейти прослушать. Сейчас записывается третий сезон. Третий сезон посвящен русскому языку и его отражению в различных сферах жизнедеятельности. Хотите заявить о себе, послушайте, напишите, мы с вами запишем эпизод. Второй сезон «Полиглот» называется, он посвящен иностранным языкам и связи его с русскими. А первый сезон «Русский язык с мимозой» посвящен как раз активным процессам. Если вам интересно узнать про феминитивы, про матронимы, может быть, слышали такое слово, да? Или матчество, слышали, когда женщина дает своим детям отчество, да? Про те же заимствования, про мемы, весь язык, который сейчас происходит, и про на наших глазах, нашими руками, собственно говоря, и ртами, да? То приглашаю сюда. И еще один слайд, который хочу показать, да? Потому что в подкасте я об этом говорю. А вот слайд, который на тему заимствований, просто не могу не поделиться. Это, смотрите, надо сменить, на самом деле, отношение к заимствованным словам. И вот если мы к ним будем относиться как к трофею, да, чтобы завершить дискуссию вокруг заимствованных слов в русском языке, их просто нужно считать трофейными. Тогда и закон никакой не понадобится. Представьте образ русского языка как охотника, который выбирает то, что ему нужно. И вот в этом плане, когда мы будем проводить сознательный отбор заимствований, а не брать все подряд, то и сам язык будет себя чувствовать по-другому. Поэтому все зависит, на самом деле, только от нас. Как и что мы будем говорить, как и что останется в языке. И на самом деле этот закон, он хорош. Мы все-таки лишнюю пену и волну заимствований, которые вот эти трансейджеры, вундерфатор, мы все-таки плогинг уберем. Но, опять же, да, все зависит от нас. Поэтому давайте целесообразно использовать ресурсы родного языка. У нас столько прекрасных слов, которые мы далеко-далеко в какой-то свой запас словарный убрали. Пора бы достать эти слова и употреблять их. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.